Всем привет! Это обзоры мобильных игр от Mob.ua, а у микрофона я, Амортис. Ну что, поехали! Сегодня мы поговорим об игре Bloodsword, которую многие почему-то по каким-то непонятным для меня причинам считают игрой в жанре RPG. И если ты тоже так подумал, спешу тебя расстроить, потому что это ни разу не так. RPG – аббревиатура, которая расшифровывается как Role Playing Game, то есть ролевая игра. Основным элементом такой игры являются диалоги, квесты, разветвленный сюжет и принятие решений, а не мужик с мечом, как сейчас многие почему-то считают. Ну а когда ты просто рубишь монстров – это слэшер. Так что очень странно, что даже сами разрабы запутались в определении жанра. Персонаж здесь один, так что если хочешь играть магом – это не сюда. Прокачки скиллов и вовсе нет. Какое же это RPG? В начале мы видим эдакую анимированную картинку с тремя строчками текста. Эти строчки заменяют этой игре сюжет, что опять-таки печально, ведь игра без сюжета – это как женщина без груди. Вроде и женщина, но чего-то не хватает. Впрочем, у каждого свой вкус. И первое, что бросается в глаза, когда игра запустилась – это графика. Bloodsword сделан специально, чтобы показать возможности третьей и четвертой тегры. И я считаю, вполне себе справляется с задачей. Потому что в плане графики и эффектов здесь придраться совершенно не к чему и все выглядит реально круто. Управление стандартное для игр с видом от третьего лица. Есть два режима – режим жестов и интерфейсный. В режиме жестов на экране отображаются только две кнопки комбо. В другом же режиме справа находятся кнопки всех действий, а слева джойстик. Как видишь, все как всегда и ничего сложного. А теперь поговорим о геймплее. По сути, все сводится к тому, чтобы прорубаться через полчища врагов к концу уровня, а в конце замочить какого-нибудь босса. Прорубаться, кстати, иногда не так уж и просто, потому что врагов здесь очень много и пьют они все довольно больно. Так что тактика игры, особенно в битвах с боссами, сводится к пресловутому «бей и беги». То есть наносишь серию ударов, а когда здоровья остается маловато, бегаешь по кругу, пока оно не восстановится. Что, кстати, происходит довольно быстро. Кстати, комбо – вещь весьма эффективная, как против толпы, так и против больших и толстых соперников. Каждый из двух комбо имеет свое время кулдауна, то есть ты его используешь и потом ждешь некоторое время, пока оно перезарядится. А, и еще, если тебя все же убьют, придется начинать уровень с самого начала. Чекпоинтов тут нет. А вот что бесило – это звук, вернее озвучка персонажа. Дело в том, что любой свой удар наш мужик с мечом сопровождает выгриком «ыа». Звук один и тот же, а поскольку мы только и делаем, что бьем, он повторяется, повторяется и повторяется. И это начинает ощутимо резать уши уже через несколько минут игры. Давай подводить итоги. Плюсы – красивая графика, динамичный геймплей и эпичные зарубы с огромными боссами. Минусы – непроработанный сюжет, отсутствие чекпоинтов. Кстати, иногда начинает казаться, что геймплейное время искусственно растягивали за счет количества мобов, жирности боссов и отсутствия чекпоинтов. Ну и это «ыа», которая мне, наверное, теперь даже снится будет. Неужели нельзя было хотя бы три-четыре выкрика записать? Но, в целом, мне понравилось. И тебе, дорогой зритель, я советую скачать и заценить. На сегодня это все. Если понравился обзор, подписывайся, комментируй и рассказывай о нем всем-всем-всем. С тобой были Николай Подгурский, Федор Амортис и обзоры от Mob.ua. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok